Мы продолжаем выпуск. В этом году закончился мораторий на проверку бизнеса, который действовал с 2020 года. Следует отметить, мораторий способствовал развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом свидетельствует рост числа субъектов бизнеса. С этого года проверки возобновятся. Однако, по словам специалистов, подходы к ней принципиально изменятся. Добросовестный бизнес будет освобожден от излишнего вмешательства. С 1 января в стране автоматизирована система управления рисками, то есть теперь слабые звенья будут выявляться без человеческого участия. Это значит, тотальных, без всяких оснований проверок бизнеса, как и раньше, не будет. Проверка будет направляться только на проблемные объекты, где системой выявлены повышенные риски. Это позволит сократить проверки в два раза и в несколько раз количество штрафов. Плановые проверки обретут профилактический характер. В конце прошлого года мы совместно с госорганами провели разъяснение среди предпринимателей, что мораторий завершается. Необходимо привести в порядок всю документацию, устранить все упущения, обеспечить соблюдение всех норм и требований. Также мы разъяснили, что информация о плановой проверке будет заблаговременно размещена на сайте. Предприниматели будут видеть, какой орган приедет с проверкой и могут до начала проверки пригласить его представителей для консультации, какие недочеты надо устранить. Мы понимаем, что нужно соблюдать все требования. Несоблюдение, к примеру, правил пожарной безопасности может привести к пожару и так далее. Мы договорились, что первые полгода-год будут проводиться в основном разъяснительные профилактические работы по устранению нарушений штрафовать не будут. Поэтому предпринимателям не стоит волноваться, только нужно привести в порядок документы все свои объекты. Субтитры создавал DimaTorzok